Всем здравствуйте! Спасибо. Во-вторых, я хочу сообщить, что я закрыл регистрацию. У нас и так уже 120 человек зарегистрировано, я уже не знаю, сколько из них живых, сколько мертвых, соответственно, я регистрацию закрыл, и у многих получилась такая фигня, что люди ходили по ссылке по регистрации, потом их перекидывало, как зарегистрировано человеку уже на логин, на самом деле надо ходить по ссылке из Unix.ru, прямо из задачи, и вас будут в правильное место направлять, это по части домашних заданий. Ну что, поехали, наверное, да? Значит, где у меня кнопочка, вот у меня кнопочка. Вот, там нормально видно? Я не вижу, чтобы вообще что-то было видно. А, еще бы там было что-то видно, если бы я подключил бы, то, может быть, было видно. А к неподключенному обычно плохо показывают. Ну вот, значит, давайте тогда начнем с, я даже не знаю, у меня, в принципе, в планах был разбор домашнего задания за две недели назад, вот. Насколько оно требует, насколько оно требует этого разбора, я, честно, не помню. В общем, там ничего страшного. Давайте я вот что, давайте я сам погляжу на него. Если там есть что-то такое, что-то такое, действительно требующее пояснений, то мы, я коротко скажу. Ну, в принципе, да, мне казалось, что там не очень сложно все. Вот. Давайте я просто гляну одним глазом. Ну, посчитать определительный матриц 4 на 4, я думаю, проблем нету тем или иным способом. Это недельное. А, это недельное, sorry, да, логично. Вот, значит, люди делали. Ой, тут написано 4, на самом деле здесь 5. Интернет и интернет и интернет и... Вот, отлично. Значит, ну, как передать его... Так, минуточку. Помните наши правила, да? Разговаривать можно, но не тише, чем я, а лучше громче, чем я. Почему? Зал так устроен, что когда я говорю в эту сторону, вам слышно хорошо, когда вы говорите в эту сторону, он немножко глушится. Поэтому, пожалуйста, говорите громче. Вот, значит, ну вот, это понятно, что за вопрос был от Eval Input. Вы можете в Input вставить. Вам не слишком темно? Может быть, попробовать... Слушайте, а я сделал все наоборот. Да? Я сделал все наоборот. Надо выключить вот эту часть. О! Вот. Вот. Значит, поскольку Eval выполняет любое выражение питона, там можно поставить что-нибудь страшное, например, задание списка или там кортежа на 100-500 миллионов элементов или еще чего-нибудь, там, строку умножить на миллиард, ну и вам всем хватит, питон очень плохо станет. Вот. Что касается параллельных отрезков, главная фишка этой задачи состоит в том, чтобы вообще ничего ни на что не делить. Вот. Вы составляете прислаловую пропорцию относительно координат точки, да, домножаете на знаменатель, получаете обычное равенство. Вот. Это равенство отлично работает. Тем более, что координаты целочисленные, и вы тем самым избавлены от необходимости сравнивать вещественные числа. Вообще. Вот. Что касается... Перетисовать кортеж – это просто задача на правильное составленное сечение, неинтересно. Вот. Что касается задачи второй максимум. Задачи второй максимум я всегда даю в качестве домашних заданий. Она... Ее смысл состоит в том, чтобы не пытаться себя... Не пытаться умничать, ну, например, не пытаться отсортировать и взять второй конца элемент, потому что это неправильный способ. А искать второй максимум так, как если бы вы искали первый. То есть, держать в памяти два элемента, значит, присваивать текущему наибольшему, а предыдущий – предыдущему. Единственное, что следует там иметь в виду, что если у вас внезапно так случилось, что оба элемента при инициализации оказались наибольшими, вот, то есть в случае, когда у вас второй максимум равен первому и приехал элемент меньший, второй максимум надо на этот меньше заменять. Больше ничего, никакой хитрости нет. Наконец, задачка «Платная лестница». Ну, во-первых, там ссылка на разбор есть. Вот если сходить по ссылке, то вы увидите, там в разделе «Разбор» в одну строку объясняется, как ее на самом деле решать. Задача на линейное программирование, причем такая практически выраженная линейное программирование. Вот, один из тестов этой задачи такого размера, что там не работают сложные алгоритмы, работают только алгоритмы с линейной сложности. Вот, последний, кажется, шестой. Для тех из вас, кому это показалось неинтересным и простым, скажу, что вообще говоря, для того, чтобы решить эту задачу, нужно хранить, необязательно даже хранить вот эту последовательность. Ее можно вводить по одной ступеньке. Не говоря уже о том, что ничего другого тоже хранить, там целую последовательность, необязательно. Эта задача может решаться вообще без применения последовательности как таковых. Вот. Фишка в том, что ступеньки всего две. Следующие через одну. Вот. Так что подумайте. Ну, вот и весь разбор. В самом деле ничего сложного. Давайте лучше перейдем к теме сегодняшней лекции, тем более, что у меня есть четкое ощущение, что стоит повторить, что было в прошлый раз, по крайней мере, так сказать, краткое содержание предыдущих серий. Первая и главная. Три главных вещи стоит вспомнить про предыдущие серии. Первая и главная вещь состоит в том, что функции в питоне, в отличие от большинства других языков программирования, это не строгие преобразования элементов данных одного типа в элементы данных другого типа, а запись алгоритма, преобразующего какие-то данные. Если эта функция применима к... Ну, допустим, в функции используются, там, не знаю, итератор и операция сложения, значит, любой элемент, который итерируется и складывается, может в этой функции участвовать. Ну, допустим, мы не знаю, там... О, это наше О. Надо все-таки сделать команду, которая будет с файл с текущей датой. Сейчас. Нет. Дейт. Что там? Проценты, плюс. Нет, плюс, процент. О, нет. Это что? Число. Год. Семнадцатый. Лучше 2017. И месяц. О! Плохой месяц. Вот хороший месяц. Отлично. Вот надо так вот, вот надо вот так вот и делать. О, шикарно. Теперь они у нас будут упорядочены. Ну так вот, смотрите. Определяем функцию от какого-то элемента S, в которой будет цикл for E in S. Что бы тут такое? Даже не так. Res равняется S нулевое, начиная с первого. и res плюс равно E и return res функция, которая складывает все элементы нашей последовательности. Мы знаем такую функцию sum, она правда рассчитана только на числа, а вот эта функция будет складывать элементы любой последовательности. Смотрите. Print FUN от, ну допустим, это FUN ну допустим, от 1, 2, 3, 4, 5. Что? Скобка закрывающая. Скобка закрывающая. Да, спасибо большое. 15. Треугольное число. Print FUN от, допустим, какой будет результат? Такой же точно. Понятно почему. Мы взяли, перебрали элементы, их поскладывали. Вот если бы тут, например, было задом наперед какой-нибудь, то да, а так мы вот взяли их и сложили просто в том же порядке. А, давайте вот что сделаем. От первого с шагом 2 плюс S от второго с шагом 2. Вот. Понимаете, да? Для вот этой последовательности, вообще не важно, в каком порядке их складывать, перемен неослагаемых суммы не меняет. Для вот этой последовательности, вообще говоря, важно, потому что операция плюс это вообще не сумма. Это операция конкатенации. И теперь мы сначала слепили все элементы, находящиеся на нечетных местах, потом все на четных местах. Да еще и начали вот с этого. Ну, в общем, вот. Кстати, ну да. Кстати, неправильно это сделали. Да? Правильнее было бы сделать вот так. Ой, не здесь. Вот так поэлемо было бы сделать. Вот теперь будет все как надо. Если мы этого хотели внезапно. Вот. Сначала на нечетных, потом на четных. Ну вот. Еще раз. Ну, мы тут это самое, немножко повторили секционирование еще, да, как вот взять секцию от последовательности индексируемой. Вот. Главное. Функция FUN работает с любыми объектами, в которых возможна операция индексирования, секционирования и сложения. Ей совершенно все равно, какого типа этот объект. Главное, чтобы вот это поддерживалось, вот это поддерживалось и вот это поддерживалось. Для типов объектов. А для самой последовательности вот это и вот это. Если мы обратимся к функции FUN с чем-то, что не является последовательностью или чьи объекты нельзя складывать, мы внезапно получим их сообщение о дошли. А это первое, что хотелось вспомнить про прошлое занятие. Тут же, кстати, сказать, допустим, написано вот так. А равняется 1, 2, 3, 4, 5. Кто помнит, как мне передать... А, нет, не то, не это, извините. Следующее, что хотелось бы сказать про функции в плане повторения, это операция запаковки и распаковки параметров. Помните, у нас есть такая штука, как множественное присваивание, как множественное связывание, когда у нас слева стоит что-нибудь типа А, В, С, Д. Там был еще А. А справа стоит, ну, не знаю, там, range от скольки, от 5 до скольки, до 9. Тут была запятая. Значит, справа стоит последовательность, слева стоят через запятую перечисленные идентификаторы. И результатом такой операции связывания будет распаковка последовательности. Распаковка последовательности. Ну, понятно. Принт А, В, С, Д. Понятно. Вот. Значит, ровно такая же штука происходит в случае, когда мы вызываем функцию. На самом деле параметры функции слеплются в кортеж. Этот кортеж передается этой функции, функция их рассовывает по именам. Соответственно, если мы напишем вот так вот. Тут было опять... А, я опять его забыл. Вот. Если мы напишем вот так вот, то мы можем вполне вызывать функцию. Вот там, не знаю, раз, два, три, четыре. И эта операция будет выглядеть так, что это раз, два, три, четыре складывается в кортеж, они передаются в функции фунт, она их распаковывает, этот кортеж распаковывает, раскладывает по именам, все хорошо. Вот. Но эту же операцию мы можем сделать так, что мы этот кортеж упакуем с самого начала. Тут, допустим, А равняется... Сколько их? Четыре, да? И мы можем сказать так. Дорогая функция фунт, при своем вызове не вычисляй четыре выражения. Вот тебе готовое выражение, готовая последовательность, ее, пожалуйста, распакуй в кортеж, кортеж этот передай. Вот. В этом месте может стоять не только, а вообще любая последовательность. Можем сказать так. Ну, скольки? От семи до одиннадцати. Та же самая операция. Есть последовательность. Мы ее распаковываем в кортеж, кортеж передаем, там на кортеж распаковывается... Мы ее запаковываем в кортеж, там этот кортеж распаковывается на нужное количество имен и вся та же картина. Ну-ка, давайте попробуем. Вдруг я не прав. Да нет, я прав. Операция... Когда мы говорим... Вот этот кортеж формируется из этой последовательности. Абсолютно такая же ситуация... Давайте мы новый начнем. Абсолютно такая же ситуация, когда у нас... Мы не хотим распаковывать приходящий нам кортеж, а хотим его складывать прямо вот в виде кортежа. Говорим так. Вот. И тут прямо пишем принт. Все. Теперь мы бы написали функцию, которая может передать в любое количество параметров. Сколько бы их ни было, они приедут в кортеж args. Функ. Давайте здесь ради этого самого сделаем вот так вот. Чтобы было понятно, что где. Вот там. Раз, два, три, четыре. Нам приехал в этот args, приехал кортеж, содержащий все, что мы сюда передали. Просто все, да? Пожалуйста. Можно так. В домашнем задании на этот раз был вопрос, а как сделать так, чтобы функция print вывела не в скобочках через запятую, а просто через пробел. Вот у нас есть кортеж. Как сделать так, прямо вот нисходя с места, чтобы функция print просто вывела все элементы этого кортежа через пробел? Чего? Сеп равно пробел? Нет. Правильно. Если поставить сеп равно пробел, он все равно выведет этот кортеж через запятую. Смотрите. Вот, давайте мы это сделаем. Да. Сеп равно пробел. Как видите, ничего не изменилось. Тут мы вспоминаем, что функция print – это такая функция. Поэтому если мы сделаем вот так, то этой функции print передадутся этот кортеж как кортеж. После чего, ну, упс. Вот. Это второе, что я хотел рассказать про функции. Теперь про итераторы. Напоминаю, опять-таки, что было в прошлый раз. Значит, цикл for устроен таким образом, что мы изготавливаем из последовательности итератор. Итератор можно изготовить из последовательности в двух случаях. Если у нее, у этой последовательности, есть метод итер, который, собственно, вернет итератор, кто бы он ни был. Или если у нее метод, есть метод get item, ну, blah, blah, iter, blah, blah, да, с двумя подчерканными. Или если у нее есть метод blah, blah, get item, blah, blah, тогда мы просто будем брать get item от нуля, get item от единицы и так до конца последовательности. Ну, например, если у нас есть какой-нибудь кортеж, давайте ради интереса, да, вот, у этого кортежа есть метод итер и есть метод get item. Я не знаю, каким воспользоваться питом, в общем, там есть какие-то правила. Ну, неважно, если мы скажем что-нибудь типа и большой равняется итер от а, мы получим итератор. И этот самый итератор будет нам выдавать все содержимое нашей последовательности, а когда оно закончится, возбудит исключение stop iteration. Цикл for работает ровно так. Он изготавливает итераторы с той последовательности, которая у него стоит справа, он распаковывает элементы этой последовательности в имена, которые стоят слева, и когда очередное обращение к next, да, обращается к next каждый раз, и когда очередное обращение к next возбуждает stop iteration, цикл for заканчивается. Так что исключение типа stop iteration, вообще исключение в питоне, это не какая-то ошибка. Это такой способ управления вычислений. К слову сказать. Вот. И последнее про повторение, последнее повторение довольно важное, это что такое генератор. Генератор. Это такой способ самому сконструировать итератор. Просто написать, как вы будете вычислять очередной элемент последовательности. Самому сконструировать вычислимую последовательность. Вот давайте попробуем. Значит, напишем что-то def. От какого-нибудь параметра, ну, запустим, с какой-нибудь последовательностью. И даже непоследовательность, от a до b. А до b. Давайте тут, значит, напоминаю, что итератор, питон считает, что вы делаете генератор, а не обычную функцию. Конструктор генератор, а не обычную функцию, если в теле вашей функции внезапно появляется в одном из мест оператор yield. Если он видит yield, то это означает, что вся в месте конструкция – это не функция, не определение функции, а определение конструктора генератора. Поэтому мы добавим yield, ну, допустим, минус 1. Дальше for i in range от a, b, yield i умножить на 2, или там a, не знаю, a умножить на i. Ну, пускай будет хоть что-то непонятное, да. Еще yield 100, 100, 500. Вот такая функция вернет при ее вызове не результат вычисления вот этого всего, а специальный объект под названием генератор. Ну, давайте напишем, ген равняется id от 2 до 5. Этот ген можно будет использовать в цикле for, поэтому мы можем написать просто for что-то in it от 2 до 5. Вот, и он нам сделает все как надо. for i in gen print i. Да, значит, как работает эта вся фигня? Давайте еще здесь напишем print get, чтобы было понятно. Упс, второй питон. Вот, значит, как только питон видит, что у вас в функции есть слово yield, он считает этот конструктор конструктором генераторов, и фактически вызов этой функции возвращает генератор. тот самый, он является итератором, да, вы можете к нему сделать next, он вызывает stop iteration. Короче, вот этот ген, это самый настоящий итератор в том виде, в котором мы его только смотрели. Вот, работа происходит так. Когда питон видит yield, он возвращает, при очередном вызове next, возвращает значение, которое в yield указано. Когда вы вызываете next в следующий раз, он просто идет дальше по потоку вычисления, доходит до следующего yield, возвращает очередное значение. При следующем next он входит обратно в это место, продолжает крутить по потоку вычисления, и в самом конце, когда питон встречает оператор return, или, в случае, если его нету, это означает, что там написано в конце функции return non, возбуждается stop iteration. Кстати сказать, можно написать так, if, допустим, i больше, допустим, 8, return. Вот, если мы напишем, скажем, от 2 до, скажем, от 5, нет, от 4, от 4 до 8, то наша программа будет работать вот так. А вот если мы напишем, скажем, от 14 до 8, нет, хорошо, от 5 до 9, то наша программа тоже будет работать вот так. А вот если мы напишем от 6 до 10, то наша программа вывалится вот в этом return раньше. То есть stop iteration произойдет на один цикл раньше. Вот, на один, наоборот, цикл раньше. О, видите? Чего не произошло? Не произошло последнего оборота цикла, и не произошло того yield, который стоит в самом конце. Почему? Да потому что stop iteration возник вот здесь, при вызове return. Вот и вся, вот и вся примута. Все, на этом повторение закончено. А маркнуть, если написать return и какое-то число... Ничего не произойдет. То же самое. Да, да, да. Да, слушаю вас. Если есть yield функции, то он недостижимый цикл. Ну, слушайте, если у вас есть недостижимый return или недостижимый yield, то это называется вечный цикл, да? Нет, он есть функция, но его невозможно выручить. В первом случае условий типа... Если нет, минуточку. Смотрите, ничего военного в питоне нету. Никаких астрономических вычислений, прежде чем работать, кроме определения того, локальный додентификатор или глобальный, питон не производит. Дошел до оператора yield, выполнил его. Не дошел до оператора yield, не выполнил его. А, я понял. Считается ли функция конструктором генераторов, если в ней есть yield, но по какой-то причине он вычислительно недостижим? Да, считается. Да, считается. То есть, я понял вас. Вы написали функцию, в которой... Вы прямо сказали, if0 yield. Все, она стала конструктором генератора. Вот. Вопрос разумный. Вот. Значит, на этом мы заканчиваем повторение. Оно и так затянулось. А я перехожу к сегодняшней теме. Я надеюсь, что я успею все рассказать, что хотел. Хотя тут многовато. Значит, во-первых, еще про генераторы. То, что мы не успели в прошлый раз. Ух, мама, я забыл еще одну тему. Хорошо. Еще... Сейчас я попробую переструктурировать все в голове. Ладно. Хорошо. Значит, еще про генераторы. Одна важная вещь, связанная с конструированием генераторов прямо здесь и сейчас. Это так называемое выражение генератора. Крайне удобная штука. Просто вот горячо рекомендую ей пользоваться. Выглядит она следующим образом. Вы можете написать что-то типа, ну, ген равняется, прям равняется, выражение генератора. И дальше так. Ну, не знаю, там, и умножить на 2 плюс 1. For E in range. Ну, давайте ради интереса... Да ладно, пускай будет. Отпетит. Тот самый генератор. Только у него вместо имени, которое его породило, будет вот такая штука. Генэкспорт в скобочках. Выражение генератора. Ну и все. По нему можно ходить, сказать, там, лист, допустим... Или там, у нас нету листа еще. Тюпуль. Вот этого ген. Вот он. Ага, ну правильно, он разрядился уже. То есть, вам совершенно не обязательно... Помните, мы говорили про лямбда-функцию? Возможно, даже в прошлый раз. Вот, вот что еще стоило повторить. Это лямбда-функция, ну да бог с ними. Если вы не хотите загаживать текущее пространство имен каким-то временными именами для того, чтобы всего лишь описать какой-то генератор, и этот генератор вполне себе представим вот в таком виде. Ну, вот здесь какой-нибудь там, ну не знаю, что-нибудь более хитрое можно написать, вызов какой-нибудь функции можно написать. Неважно что, любое выражение. Вот. Ну не знаю, вот так вот написать, например. О, видали? Если то, что вы хотите сконструировать в виде генератора вполне представлено в виде одной строки, вот в виде такого выражения, то совершенно не обязательно для него заводить отдельную имя, даже несмотря на то, что мы это сделали. Более того, если у вас есть какая-то функция, вы в качестве параметра функции можете вот такой конструктор ей передать, и все будет хорошо. Ну вот, ну то есть, смотрите, что вот, вот, вот. Его надо вот так сделать. Дрынь. Понятно, да? Я его сделал, я его распаковал, все. Вообще, когда вам нужно передать куда-то какую-то последовательность, эту последовательность вы намерились прямо сейчас вычислить, используйте конструктор генераторов, не мучайтесь. Вот это, это, как правило, коротко. Тем более что, тем более что, вот здесь вот, да, 12, тем более что, на самом деле, этот конструктор имеет более сложную форму, вы еще можете после фора поставить фильтр. Ив, допустим, и процент 2, 3 не равняется 1. Общая форма циклического конструктора генераторов такая, какое-нибудь выражение, фор, какие-то имена, вы помните о распаковке, мы можем, если у нас конструкция справа возвращает последовательность, эту распаковку можно распаковать, разложить здесь по именам, и последовательность, и в условиях на эти значения. Вы можете отфильтровать по какому-то условию. Единственное, что надо себе хорошо представлять, это, что это, две вещи, которые надо хорошо представлять, что это никакой неусловный оператор, это именно что циклический конструктор, это такое выражение, и второе, в каком порядке что вычисляется. Видите, да, что вот у нас, в отличие от классического оператора цикла, у нас там бы тело было внутри, вот это как бы тело, вот это как бы внешняя часть, а вот это как бы условие. Даже не как бы, вот это тело, это внешний, а это, собственно, внешний цикл, это условие. Чтобы закончить эту тему, скажу, что мы можем написать вот такой конструктор, допустим, ну давайте воспользуемся все той же картинкой, и запятая жи, for i in range от, допустим, трех, for, без запятой, for жи in range, допустим, от 10 до 12, до 13. Хлоп, и мы с помощью этого конструктора, мало того, что он у нас вложенные циклы, как бы вложенный цикл, мы еще совершили операцию Декартового произведения. Мы взяли вот эти два range, друг на друга помножили, ну и получили, соответственно, сколько тут, 12, да, 12 значений пар. Ну и если вам вот эта вот конструкция со звездочкой немножко взрывает мозг, можно же так написать. Вот так вот. Может быть, так будет более понятно. Последнее, что стоит заметить, если вы передаете, если у вас параметр функции является последовательностью, вы хотите туда передать такой генератор, там еще и вот эти внешние скобки можно опустить. Ну это так к слову пришлось. И это все, что я хотел сказать о нет. Еще более мысголовная вещь, на чем мы заканчиваем с генераторами, иначе скрип этих самых мозгов будет нестерпим. Я про нее только расскажу бегло. Зачем она нужна, придумывайте сами. Это так называемые параметрические генераторы. Смотрите, когда вы пишете генератор функцию, ну давайте тут вот для простоты что-нибудь типа n, да, for, что там, как у нас там было, yield, ну допустим, минус 1, не знаю, сто пятьсот, for, for, e, e in range от n, yield, yield, ну что там, e, не что же сомнявшись, yield, ну не знаю, минус сто пятьсот. Вот. Вы пишете генератор функцию. У вас каждое значение вот этого, вот этого yield четко определено. Ну понятно. Да, значит, вы просто написали вычислимую последовательность. Было бы очень интересно расширить понятие повторно входимой функции и не только использовать ее в качестве вычислимой последовательности, а еще при каждом повторном входе, после каждого yieldа, передавать ей какое-нибудь значение. Ну, например, ну хорошо, давайте сейчас посмотрим print, нет, сейчас, for, c, in, pargen, ну допустим, четырех, print c. Да, пока что все ясно. Все шикарно. Все понятно, да? Давайте мы подумаем, значит, а что если мы вместо вместо next, давайте сейчас, давайте это перепишем немножко в более, в более общем виде, ну что-нибудь типа while, сейчас. с вашего позволения я не буду делать контролировать контролировать этот самый контролировать исключение под названием stop iteration, пускай оно возникает и висит, мы потом в конце семестра посмотрим, как обрабатывать исключение. Я, Саша, другое хотел показать, смотрите, давайте мы напишем так, while, ну не знаю, там, true, здесь у нас, допустим, ген равняется пар ген, пар ген, допустим, все того же четырех, C равняется next, вот, пар ген, принц, ну, я переписал, как бы раскрыл цикл for, с той лишь разницей, что исключение я при этом не обрабатываю. Че, 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 что это? А, ген, конечно. Вот, видите, он отлично отработал, только stop-thration никто не обработал, потому что его цикл for обрабатывает. Вот, теперь, давайте, давайте модифицируем эту программу таким образом, что мы здесь напишем что-нибудь типа, вот здесь напишем, вот так вот, вот так вот, вот, то есть, как бы развернем первый оборот цикла, чтобы он у нас выработал вот тут. Разницы никакой. Давайте напишем даже так. Все то же самое, просто я первый оборот цикла вынул оттуда. А вот теперь мы начнем передавать внутрь нашего генератора какие-то значения, вот, допустим, здесь напишем v равняется yield от этой фиговины, вот, здесь напишем тоже v равняется yield от этой фиговины, а здесь напишем что-нибудь типа, ну, плюс v. ну и тут напишем тоже v равняется, хотя это никому не нужно. Это будет означать, что мы должны вместо next использовать какую-то штуку, с помощью которой мы передадим в наш генератор следующее значение, вот, то есть первое значение мы не можем туда передать, потому что мы уже вызвали генератор, а вот второе можем, и здесь тогда надо написать так, ген.send, и вот это самое значение, ну что будем туда передавать? Ну, допустим, 100. Ладно, 100 это неинтересно. Допустим, c процент 2. Видите, да? Смотрите, что получается? Получается, что когда мы используем вот такую конструкцию, у нас внутрь нашего генератора, у нас yield получается принимающим значение, возвращающим значение. Это значение можно сюда, вот, в сандаре. Вот. Это и есть параметрический генератор. Почему он взрывает мозг? Потому что параметрический генератор является таковым, начиная с первого шага генерации, а на нулевом шаге он еще не параметрический. Мы не можем туда сразу передать параметр. Мы сначала должны, вот этот yield возвращает значение только после того, как yield случился. Понимаете, мы не можем сразу ему сказать, вот, вот, на тебе параметр. Поэтому это такое вот, вот такое вот. В домашнем задании будет вопрос, зачем это может быть нужно. Подумать. Подсказка. Это очень похоже на каноническую схему цикла. Инициализация. Изменения. Что-то где-то там это должно лежать. Ничего не знаю, я дальше не думаю на это. Параметрический генератор. Все. Это с генераторами покончено. Значит, если кто ничего не понял про параметрический генератор, не расстраивайтесь. Вот. На самом деле эта конструкция настолько такая нечастая, что вопрос, зачем она может быть нужна, это хороший годный вопрос. Сама. Тем не менее, как видите, питание реализуется как-то вот сама. Вот. А мы, наконец, переходим к главной теме на сегодня, это списки. Но прежде чем к ней прийти, немножко черной магии, которая будет разоблачена уже ближе к концу семестра. Смотрите. помните, что я говорил. Операция индексации. Ну, вот у нас есть, допустим, A равняется раз, два, три. Операция индексации. Это квадратные скобочки. И эта операция это на самом деле вызов метода getItem. То есть, это то же самое, что A точка бла-бла getItem. Что там? Первое. Вообще одно и то же. То есть, это оно и есть. Если мы пишем A индекс такой-то, то на самом деле это A getItem, что-то там так. И вообще в питоне любая операция над объектом это на самом деле вызов соответствующий метод. Любая. Там. Ну, любая. Вот. Немножко черной магии, потому что я воспользуюсь конструкцией, про которую мы ничего не знаем. Я создам класс и в нем создам метод getItem. Напишем так. Класс C. В нем будет единственный метод. А для тебя что вы ставите 2 подчеркнение? Да, разумеется. Потому что так надо. Потому что если потому что генератор создается только в том случае, если есть метод 2 подчеркнение getItem 2 подчеркнение или 2 подчеркнение iter 2 подчеркнение. Есть соответствие? Да. Это и есть, собственно, протокол итерации. Собственно, тот факт, что у вашего объекта есть такой метод означает, что вы пообещали что по нему можно итерировать. Тот факт, что у вашего объекта есть метод getItem означает, что вы пообещали что его можно индексировать. Ровно так. И никак иначе. Собственно, когда я говорил, что любая альфметическая операция соответствует вызову соответствующего метода, вот этот метод это метод как раз так называемый спецметод начинающийся на 2 подчеркнение. Ну так вот. Мы теперь знаем как его писать, как можно передавать что угодно вот туда. Надо написать звездочка args и написать здесь print, ну скажем, args. Вот. Вот у нас есть прекрасный класс С. Возьмем его экземпляр класса этого. вот у этого С у нас есть какое-то количество методов и в частности заданный нами метод гитайцев. Все остальные наличествуют в любом экземпляре класса питона третьего по умолчанию. Окей. Если я напишу вот такое, что должно вот здесь вылезти? на самом деле нет. Здесь вылезет два параметра. Сам объект С и сто пятьсот. Ну давайте посмотрим. С сто пятьсот. Сам объект С в качестве первого параметра и сто пятьсот в качестве второго. Это особенность методов в отличие от функций в питоне, про которые мы будем говорить, когда мы будем говорить про классы. Я сейчас хотел сказать другое. Настала пора разобраться с тем, что же будет, если я здесь напишу так, от десяти до двадцати. Как вы думаете? Ответ неочевиден, поэтому я сразу нажму ентин. Наше с вами сечение, про которое мы думали, что это какая-то волшебное издевательство над последовательностью, на самом деле это вызов того же самого метода Гетайтин. Просто в качестве параметра передается не целое число, а некий слайс-обжиг. Что такое слайс-обжиг? Это слайс-обжиг. Он ничего не значит, кроме того, что вот, 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 он содержит три числа. Все. Просто ваш метод, который будет реализовывать сечение, увидя слайс-обжиг, поймет, ага, это не индексация, это сечение. Это сечение с индекса 10 по индекс 20 с шагом по умолчанию, какой бы там ни было. Ну, например, один. То есть, сейчас, давайте мы вот так вот сделаем. Да? Вот такая штука это всего лишь передача методу гитайтинг вот такого вот слайса. Сейчас скажу, слайс от двух до четырех, ну и с трех. А дальше, дальше уже сам метод гитайтинг будет обрабатывать вот этот объект, он вынет из него первый, второй, ну и соответственно, да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как из него это вынуть. Да очень просто, старт, степ, стоп, ну. Ну. Этот ваш, когда вы будете реализовывать такой объект, вы просто сходите к этому слайсу, во-первых, узнаете, что он слайс и значит это сечение, во-вторых, увидите его в старт, степ, стоп, в-третьих, сделайте то, что вам нужно. То есть, никаких чудодейственных скобочек с двоеточами не существует. Операция скобочки с двоеточами это вывод того же самого метода гитайтем, просто ему передается специальный объект, который состоит из трех частей, больше он ничего не делает, он только, его задача состоит из трех частей. Старт, степ, стоп. Кстати сказать, давайте сразу уж посмотрим, если мы напишем вот так вот, с шагом сто пятьсот, получится объект с шагом сто пятьсот. у него будет степ сто пятьсот. То, что такая последовательность пустая, вообще говоря, никого не волнует, потому что, еще раз повторяю, задача объекта просто содержать какие-то три числа. Ничего другого. Вот. Ну, собственно, вот. Что-то у нас там С, да? С от С. С маленькая. А, сейчас, в квадратных комплексах я забыл. Вот так. Он нотковый был, конечно, он зато индексируемый. Вот он. Видите, да? Это то же самое, что С от сколько там было? Два, двветочи четыре, двветочи сто пятьсот. Ну, и все остальные наши конструкции, какие бы они ни были, да? Это всего лишь превращение, ну, короче, вы меня поняли. Все. А дальше сами реализуете, как хотите. Чтобы закончить с этой темой, все-таки перейти к спискам, напомню, что в операции индексирования, помните, я говорил, что есть загадочные запятые, которые работают, например, на типе numpy array и не работают на стандартных типах питона. Ну, так вот, теперь для нас совершенно не проблема понять, что это такое. Ну, просто передается туда этот, как его, кортеж. А дальше ты индексируй по этому кортежу, как хочешь, если умеешь. Все. Видите, да? В общем, все понятно, мне кажется. То есть, главный пафос моего вот этого кусочка состоит в том, что никаких волшебных операций, кроме как вызова методов, нету. Этот метод всего один, он называется гитайтин. А то, что получается, это всего лишь синтаксический сахар для того, чтобы вызвать этот метод со специальным видом объекта. Дальше реализация этого метода будет туда ходить и что-то такое вычислят. Ну, вот теперь мы поговорим про списки. Что касается списков, что касается списков, то отличаются они от кортежей только тем, что они модифицируемые. Вот с кортежами мы не можем производить такую операцию, например, написать а равняется там так, тут вот лишнее. Мы не можем написать, например, вот так. А вот если мы напишем то же самое, только здесь поставим квадратные скобочки, мы получим, да, давайте скажем type от A, type от A. А если мы напишем то же самое, только поставим здесь квадратные скобочки, то мы получим объект другого типа, то бишь список. И он такую штуку будет вполне себе поддерживать. В каком месте будет у нас 0? Вместо чего? мет 3, да, совершенно справедливо. Вот. Очень важное свойство, которое превращает нашу последовательность в довольно сложную штуку, хотя бы потому, что она нам заменяет массивы. Скажу по секрету, списки в питоне и являются массивами. Это массивы ссылок на объект. То, что в теории называется, кажется, таблицей. Массивы ссылок на объект. Естественно, в питоновских списках может содержаться что угодно. Какой элемент заменится? 3,45, да, я тоже так думаю. Вот. Разумеется, они могут содержать все, что угодно. Поэтому это не просто массивы, а именно массивы идентификаторов объекта. фактически это то же самое, что кортежи, за исключением того, что с ними уже можно работать как с массивами. Вот. И это, в общем, очень удобно. Как у массивов и у кортежей стоимость индексации по списку питоновскому константа, ну, потому что там лежат просто массивы индексов. Вот. Ну, и вообще все это довольно прилично работает. Как вы уже видели, список можно конструировать так. Догоняйтесь с одного раза, как еще можно сконструировать список. Циклическим конструктором, да. Нет, слово генератор здесь использовать не надо. Слово генератор питон используют для объектов особого типа. Это можно назвать слово сборка или слово циклический конструктор. Я где-то видел слово сборка в качестве термона, но мне почему-то нравится циклический конструктор. Да, совершенно. Верно. Вы можете написать, что-то типа L равняется. Поставить квадратные скобочки, а дальше поставить то, что уже мы знаем с вами. Да, там. i умножить на g плюс 1 for i in range от 2, от 3, for g in range от 10 до 13 dins ага, тут i умножить на g и все плюс 1 обратите внимание. Можно поставить фильтр if i больше g и а, они и так больше g. Ну, не важно, не будем ставить фильтр, но мы знаем, что можно его туда поставить. И плюс g процент 2. Все. Вот. Циклический конструктор. Совершенно такой же, как в случае генераторов, только в отличие от генератора, то бишь вычислимой последовательности, он вернет нам уже вычисленный список, что иногда бывает удобно, потому что по нему, индексировать можно. Точно так же, ну, например, можно написать, ну, не знаю, там, вот, давайте, у нас есть range, да, там, допустим, от 20 до 50 шагом 3. Ну, это range. Вот давайте его превратим в список. Пожалуйста. Вот. Как и кортеж, мы можем конструировать его из произвольной последовательности, просто пройдя ее поэлементно. Вот, например. Как и кортеж, помимо индексирования, мы можем выполнять операцию секционирования. Мы теперь знаем, как это устроено все. Да? Ну, вот. Ну, например, написать, там, не знаю, от 2 до 5. Не вопрос. До 15. Шагом 3. Не вопрос. Что важнее, мы можем в списке присваивать значение, менять значение не только одному элементу, а сразу целой подпоследовательности. Можем написать вот так, смотрите. L, допустим, от 2 до 4 равняется, ну, не знаю, там, 1, 2, 3, 4, 5. Так. Ну-ка, давайте предположим, что получится. 20, 23. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше. Еще раз. 32. Я тоже так думаю. Да. То есть, мы взяли вот эту секцию от 2 до 4, не включая 4. Да? 0, 1, 2, 3. И заменили ее. Мы распаковали вот эту последовательность, а здесь у нас тюпль, но мы ее распаковали, мы просто вставили по одному элементу, вот они и вставились как элементы данного списка. По-моему, довольно очевидно, но надо к этому привыкнуть. Вот с этой стороны может вставить любая последовательность, не обязательно это должен быть именно список. Эта последовательность все равно распакуется и по элементу вставится. Вопросы? Мне кажется, достаточно понятно. Да? Слушайте, ну, смотрите, вы здесь указываете последовательность. Элементы последовательности вставлются по элементу. Если эти элементы являются списками, где написано, что их надо тоже распаковывать? Ну, давайте проверим, в конце концов. Да, там. Вы вот про это спрашивали? Как было, так и вставится. Более того, если вы, например, напишите вот так вот, это я забегаю немножко вперед, то строчка, она является последовательностью, она распакуется, вставит спасибо. То есть, точно так же, как в случае секционирования, когда оно справа, мы не обращаем внимания на выход за границу секции, секции, мы просто берем ту секцию, которая накрывается вот этим значением. Важно понимать, что то, что стоит слева, вообще не является последовательностью. То, что стоит слева, это такая синтаксическая команда что-то там такое поменять. То, что стоит справа, это последовательность от операции связанной. То, что стоит слева, это такая конструкция, которая говорит, поменяйте, пожалуйста, элементы от 2 до 140. Это не, не, кстати, а что это такое может быть? Какой-нибудь, ну-ка, давайте посмотрим. Какой-нибудь сетайтин. Во, точно. Это вызов метода сетайтин. Куда передается, догадайтесь, что. Правильно, числа, слайсы, тюпли, что хотите, передается. То есть, конструкция, которая слева, это просто вызов метода l.setitin, соответствующий синтаксически развернутым вот этим вот сахтином. Вот и все. Ну так вот. Вот это метод. Сейчас я не буду с вашего позволения писать класс, который это доказывает, верьте мне на слово. Таким образом у нас получается, что мы можем Нет. Нет. Во. Что мы можем, например, вставлять элемент в последовательность, написать так, вернее, в список l, ну допустим, от 2 до 2, равняется, ну скажем, 100 500. А-а-а, какая ты умная. Вот так. Понимаете, что при этом произошло? Был взят слайс нулевого размера, начинающийся и заканчивающийся на втором элементе, и этот слайс нулевого размера заменен на то, что мы туда вставили. Хотели такой вставили, могли вставить и больше, это понятно. Не вопрос. Вопрос именно в том, что вставка одного элемента может быть моделирована вот такой штукой. Не совсем, конечно, как это сказать, очевидно, что это вставка элемента. Ну поэтому лучше пользоваться, конечно, другим. Лучше писать так, l.insert, не помню что, давайте почитаем help. Куда-что. l.insert, второй, 100 500. Вот он. Как уже было сказано, вызов соответствующего метода. Аналогичная ситуация с удалением. Мы можем написать что-то типа l, допустим, от... Давайте вернем, как было. Вот это. l, допустим, от третьего до шестого равняется ничему, вернее, пустому списку. Ну, любой пустой последователь. И тем самым мы просто удалим три элемента. Ровно тем же самым способом мы могли написать del l от 3 до 6. Вот. Что еще интересного можно найти в списке? Ну, метод индекс, который мы уже знаем про тепл, тоже работает. Допустим, l.index. Допустим, 41. Вам скажет, на каком месте стоит 41. Если бы это был тюб, он тоже бы сработал. Что более интересно, есть сложный метод найти и удалить. Да? Называется remove. l.remove. 41. Он взял и удалил 41. Если я вызову индекс или remove с указанием отсутствующего элемента, он, естественно, выдаст исключение, возбудит исключение в l.index. Модифицируем список. Вот. Напоминаю, что... Да, кстати, сказать еще одна вещь. Можно написать так. Можно написать l.index, допустим, 41. А можно написать так. 41.in.i. In l. False. А, допустим, какой-нибудь 23.in.l. Это true. Понятно, что это такое. Это поиск элементов последовательности. Операция in. Напоминаю, что список в питоне, тип лист в питоне, это массив. Посему поиск в массиве операции какой сложности? Линейный. Вставка в массив в общем случае операции какой сложности? В общем случае. Линейный. Потому что если вы вставляете, например, в начало, вам нужно все элементы перевернуть дальше, на один элемент. Удаление из массива. Операция какой сложности в общем случае? Линейный. Относитесь к этому соответствующе. Да, если у вас... Ваш алгоритм включает вставку, поиск, удаление из типа лист, это не список связанный, а именно что массив. Есть два исключения. Для начала будем думать, что массивы в питоне бесконечной длины. Ну просто у них есть текущий конец, который можно увеличивать и уменьшать. Таким образом, есть две операции похожие, более... Есть два частных случая операции вставки и удаления. Один частный случай операции вставки, другой частный случай операции удаления, которые имеют константную сложность. Это вставка и удаление в конец массива. То есть добавление к нему в конец и удаление из конца. Они даже по-другому называются. Они называются append и pop, соответственно. Значит, мы можем написать a l l.append kuko это добавление в конец и эта операция дешевая. Пока что мы считаем, что массивы все бесконечно верны. Ну, в смысле, вот эти списки. Вот. Мы можем написать top равняется, допустим, l.pop Это операция удаления, она же еще и возвращает этот элемент. Операция снятия с конца нашего списка. Она тоже дешевая, потому что она не будет проходить весь список до конца, она прямо с конца и начнет. Название функций методов append и pop как бы намекают нам, что эта модель чего? Стрек, я совершенно справедлива. Более того, рекомендуется моделировать стек в питоне именно методами append и pop списка, потому что, напоминаю, они имеют константную сложность в отличие от вставки в произвольное место. Кстати, метод pop имеет необязательный параметр, откуда вынимать и удалять. Но когда вы откуда-то вынимаете и удаляете, имейте в виду, что это может быть вполне себе линейная сложность. Дерпоп 0. Он вам вынет нулевой элемент. Ну, давайте напишем. Вот он его вынул из нуля, но тут ему пришлось сдвинуть весь массив на один элемент. Если бы у меня было время, я бы тут я бы тут порассуждал вообще говоря немножко о том, что питон очень ругают за то, что в нем вот такие вот вот такие вот списки, которые на самом деле не списки. И люди пишут программы, напропалую удаляют оттуда элементы одной команды, вставляют туда элементы одной команды и используют функцию индекс в качестве... Ну, как я забыл, забыл запомнить индекс элемента. Про юнумерей тоже забыл, проходил, но не знал, что это такое. Поэтому, когда у меня получилось число 80, я так подумал, оно точно в этом списке. Сейчас индекс возьму от этого списка, найду, где там 80 лежит. Вот тебе номер. Вот. Понятно, что это от негравности происходит, но уж больно просто это в питоне делается. И вообще, что операция вставки в список внезапно линейная, а не константная. Вот. У меня на этот счет есть одно возражение. Попробуйте себе вообразить алгоритм, два алгоритма, один я знаю, которые потребуют вставки в список без предварительного поиска того места, куда вы собираетесь вставлять. То есть, смотрите, линкедлист, вот тот список, который мы там на Pascal с вами реализовывали, или на C, когда мы там храним ссылку на следующий элемент и пейлот, ссылку на следующий элемент и пейлот. Он отличается от массива ровно тем, что там операция вставка и удаление дешевая. Если вы знаете, куда вставлять и откуда удалять. Если не знаете, то эти операции предваряются операцией поиска. Операция поиска по линкедлист какая? Линейная. Внимание, вопрос. Назовите два алгоритма. Сначала назовите один. Назовите один часто используемый алгоритм, который требует вставки и удаления не в конец списка. Часто. Ну ладно, вы должны знать, это очень известный, скажем так, это вполне себе такая известная абстракция типов данных, которая похожа на список, но в ней есть частая операция, работая не только с концом, но и с началом подсказывает. Очередь. Совершенно справедливо. Питоновские списки нельзя использовать как очередь, потому что вставка в начало, ну или удаление из начала, уж не знаю, как вам удобнее. Это операция линейной сложности. Второго алгоритма, который требует вставки в список без предварительного поиска места, в которое вы собираетесь вставлять, или удаление списка без предварительного поиска места, из которого вы собираетесь удалять, вы вот так вот, не исходя с места, не придумаете вообще. Что же касается очереди, то в Питоне есть специальный модуль, он называется Collections. Ух, тут много всего. Ну нам, ну хорошо, давайте так, давайте так, хелк почитаем. тут много всего, из всего, что тут нам нужно. Ух, асюфронные итераторы у нас теперь есть, слушайте. Callable, Chain Map, что только не найдут. Карутины, Ёлкин Корень, как все интересно. Ладно, слушайте, не буду, я сейчас начну это читать с интересом, и вам и лекцию всю испорчу. Короче, там есть штука, которая называется DECU. Вот она, вот она, вот она, вот она. Не вижу. О, вот она, DECA. Вот. DECA, это такая двусторонняя стека очередь. У нее есть дешевые операции как удаление и добавление в начало, так и удаление и добавление в конец. И еще дешевые операции циклической перестановки. До кучи. Вот. Вот с помощью DECU отлично очередь реализуется, потому что, ну вот потому что. Вот. List-like sequence optimizes for data access near its endpoints с обеих сторон. Все. Вместе, помимо тех методов, которые мы знаем, там, append, ну, copy, count, подсчет количества элементов. Говорил, да? Мы можем посчитать количество вхождения элементов последовательности метод count. Вот. Есть append left, то есть добавить с другой стороны. Да? Pop, pop left и rotate. Вот и все. Вот и вся ерунда. Значит, больше мне как бы не приходит в голову, а зато, в отличие от linked lists, по массивам индексация бесплатная, она константная сложность. А вот взять сороковой элемент, сто пятисотый элемент связанного списка, это значит сто пятьсот раз пройти от его начала. Так что вот. Закончилось это вот бла-бла, потому что я решил, что у меня есть время. Вот. Давайте вернемся к таким неожиданным свойствам секционирования. Вот. 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 Смотрите. Мы можем, например, взять секцию от L, ну, допустим, не знаю, от второго до минус второго с шагом два. Можем? Можем. Мы можем взять и присвоить вот этой секции произвольную последовательность, но единственное условие, в ней должно быть столько же элементов. Вот когда мы выдираем кусок и вместо него вставляем другой, там может быть сколько угодно элементов. Когда мы выдираем последовательность шагом и вставляем вместо нее, там должно быть ровно столько элементов, сколько надо. Ну, допустим, там, не знаю, вот, видите, дымц, дымц, дымц. Если я здесь поставлю последовательность другого размера, произойдет исключение, потому что, в отличие от разделения на отрезки, вот такая перетасовка возможна только в том случае, если эти длины совпадают. Правда, направление не обязано совпадать, мы можем сказать вот так. Сейчас, да, для начала посмотрим, сколько там элементов. Естественно, их там три равняются, ну, скажем, 100, 200, 300. Направление совпадать, естественно, не обязано. Видишь, 100, 200, 300. Не очень понимаю, зачем такая штука нужна в real life, но круто, что она есть, прям вот так вот синтаксически прозрачно, совершенно очевидно, что это так. Вот. Кто из вас немножко в теме питона как такового, или кому не показалось страшным мой эксперимент с классами, попробуйте написать дома класс, в котором будет метод сатайте, и посмотреть, что вот туда передается, когда передается вот это. Но я сильно подозреваю, что будут все те же слайсы. Ну, просто вот они же. Как-то я очень быстро рассказал про списки, неожиданно для себя. Что мы не знаем из этих методов, из того, что знали раньше? Мы не знаем, что такое экстенд, а ну, клер, понятно. Клер – это просто обнулить. А, вот, забыл рассказать. Смотрите, список – это модифицируемый объект. Что это значит? Это значит, что когда мы что-то меняем в нашем списке, насколько угодно кардинально, его идентификатор не меняется. Это один и тот же объект, содержимое которого мы подвергаем каким-то модификациям. Вот. В отличие от кортежа, который сколько мы не меняли, то есть, когда мы его меняем, мы на самом деле не меняем кортеж, мы сконструируем новый кортеж. И это, в общем, довольно дорогая операция. Да, если вы написали кортеж на 100-500 элементов равняется… Вернее, имя равняется кортеж на 100-500 элементов плюс еще один элемент, фактически вы сконструировали следующий кортеж. Если мы пишем что-нибудь типа такого, смотрите. Ну, там, не знаю. То вот эта операция, плюс-равно, она выглядит так. Взять кортеж вот этот, взять кортеж вот этот, сконструировать новый кортеж, который бы содержал все элементы этого и все элементы этого, и результат пометить именем C. Поскольку список является модифицируемым, модифицируемой последовательностью, для списка операция плюс-равно выглядит как операция экстент, как операция дописывания в конец. Вот он, этот метод экстент. То есть, если я пишу, да, ну, давайте так, давайте еще раз проверю, значит, давайте так сделаем, C у нас, id, ac. Да? Теперь мы сделаем вот так вот, id, ac у нас поменялся. В отличие от L. L плюс-равно, обращаю внимание, что здесь мы должны, мы можем, кажется, сейчас боюсь соврать, по-моему, любую последовательность пользуюсь. Любую последовательность. А, мы не посмотрели id от L. Ну, хорошо, давайте посмотрим id от L. Добавим еще раз, два, три, четыре. id от L не поменялось, L поменял. Что такое операция плюс-равно в случае модифицируемой последовательности? Операция добавления в конец последовательности. Вот здесь семантика плюс-равно другая. По сути, если уж зашел разговор. Не вижу. Но, видимо, именно append, именно extend. По сути, это просто вызов метода extend, если таковой существует. Если быть точным, то, по-моему, это метод iad. Могу соврать. Сейчас проверим. Не, нормального хилпа нету. Надо посмотреть в документации по питону в разделе data model, что такое iad. Но мне кажется, что это и есть до сложения. Вот. Ну, да ладно, бог бы с ним. Значит, неважно. Важно то, что, повторяю, семантика плюс-равно и минус-равно умножить равно. Умножить равно, кажется, нет. Давайте проверим. Ага, множество равно тоже. Это просто три раза к нему добавить еще себя. Да, да, да. Совершенно справедливо. Ну вот. Да, что мы еще не знаем от списка. Оу. Ну и копия. Что касается копии, то мы, в общем, знаем, что такое копия на самом деле. Копия – это такой метод, который возвращает точную копию нашего объекта, только это l. Они даже равны. Но это два разных объекта. Два разных объекта. Просто копирует все содержимое. И это не означает, что это копирование глубокое. Смотрите. Если у нас, скажем, l равняется два списка. Один, два. Три, четыре. l равняется l точку копии. А, давайте еще напишем m равняется l. Вспомним самую первую лекцию. m и l – это одинаковые совершенно объекты. Они вообще один и тот же объект. Поэтому, если мы модифицируем m, скажем, нулевое, нулевое, равняется 100, 500, то тем самым у нас модифицируется l. Внимание, вопрос. А вот здесь вот, в l, вот здесь вот появилось 100, 500 или нет? Неправильный ответ. Почему? Потому что вот это копирование – это всего лишь воспроизведение вот этой последовательности еще раз и закладывание в другой объект. вот этот объект не был скопирован. Понимаете, да? Сейчас попробуем, знаете, что сделать? А в связи с этим, если мы просто конструируем список, мы его копируем по значениям или также ссылки передаем? В смысле просто конструируем? Ну вот возьмем переменную а, ну, что-то нас одержим. Смотрите, в Питоне вообще ничего нету, кроме как вот этих самых ссылок. Вот. Больше ничего там нет. Рекламирую сайтик, называется python-tutor.com, который нам прямо сейчас, прямо сейчас, давайте попробуем, что мы там хотели сделать. а равняется 1, 2, нет, список, да, 1, 2, запятая 3, 4, b равняется a, я специально не пишу b равняется a равняется, вот это дело, чтобы мы пошагово прошли. c равняется a точка копи, и a, допустим, 0, 0 равняется 100 500. Так, теперь нам надо немножко уменьшить вот эту картинку. Сейчас, секунду. Как бы нам поменьше-то сделать? Да, вот я хочу вот эту, она не сбавляется, к сожалению, у него. Ну ладно. Вот, теперь мы это запустим. Так, и поехали. Вот один объект, давайте посмотрим на него. Вот объект a, который ссылается на два списка, видите, да? Каждый из которых является целым. 1, 2, 3, 4, видите, да? Картинку. Вот объект b, который ссылается туда же, два имени одного и того же объекта. Видите, да? Сейчас будет создана копия, и у нас появится еще один список, вот здесь вот. Но ссылаться он будет на те же самые два списка. Смотрите. Вот список c. Вот он. Не очень хорошо видно, из-за того, что размер, к сожалению, слишком маленький у нас экранчика. Но ссылается он, видите, на те же самые два списка, вот на этот и на этот. Ничего удивительного, что если я пропишу 0, 0, пропишу здесь 100500, вот этот список будет иметь нулевым элементом 100500. Эти два списка, они сами по себе разные, но у них элементы одни и те же, и вот результат такой, что в a, и в b, и в c нулевого элемента равняет 100500. Вот. Очень советую для решения такого рода задач для себя использовать этот сайтик прекрасный. Вот. Там времени от времени даже работает вот такая штука, как shared session. Она уже не работает, а жалко, раньше работала. Вот. Ну, в общем, вот. Возвращаемся к нашему терминальчику. О, нам пора заканчивать. Значит, что мы не успели за сегодня, и я решил этого не делать, и, возможно, я этого даже не сделаю в принципе в этом семестре. Мы не посмотрели модуль, который называется iter-tools, и предназначен он для волшебного манипулирования всевозможными итераторами. В частности, вы можете запустить итератор, являющийся декартовым произведением нескольких последовательностей, являющийся комбинацией, как-то сочетанием по-нашему, да, из нескольких последовательностей, являющийся размещением из нескольких последовательностей, являющийся размещением с повторениями и много чего другое. Чтобы запустить работу вашей мысли в эту сторону И вообще заинтересовать модулем, который называется ITERTOOLS Скажу, что, например, помните домашнее знание про число π Где было сказано, напишите бесконечный итератор, который не кончается никогда И только проверяйте, что его очередное значение Изменение с очередным значением оказалось слишком маленьким Так вот, с помощью обычных циклов вы не сможете нормально работать с ITERTOOLS Потому что не поймете, когда они закончатся, с итераторами такими бесконечными А вот ITERTOOLS позволяет это сделать Например, вы можете взять несколько итераторов И вот эта самая их композиция будет проходить по ним в бесконечном виде Но в какой-то момент просто вы можете остановиться Короче говоря, любые неполные вычисления имеют смысл в питоне Любые ленивые вычисления, вычисления того, что уже можно вычислить ITERTOOLS в этом сильно помогает Возможно, я по лени своей буду к нему прибегать Но, видимо, отложу рассказ про него более подробный на следующий семестр Когда мы вообще будем говорить, как программировать на питоне на более высоком уровне Вот, если есть какие-то вопросы по сегодняшнему То задавайте их Если нету, то спасибо Спасибо